Директор национальной разведки США и многие другие наблюдатели говорят о том, что Путин, несмотря ни на что, несмотря на то, что он не перестроил промышленность на военные рельсы, несмотря на то, что в России тяжелейшее состояние сейчас с экономикой, да, и оно ухудшается все время, он готов вести войну против Украины годами. Для него как бы это единственный способ спастись, единственный. Поэтому вот по вашим прогнозам, что может отозвать вообще-то внутреннее его решение? Потому что сейчас уже многие говорят, что нужно переходить с войной на сторону, так сказать, противника, на территорию противника. Вот все эти рейды Брянской области и многие другие области, если они будут, они очень здорово, так сказать, приведут чувство населения. Ну, во-первых, Путин ни при каких обстоятельствах не может от этого отказаться. И дело не в том, чтобы сохранить свою власть. Это для него смысл существования Путина. Вот смысл существования Путина в этой войне другого смысла нет. Это не в том же, чтобы улучшать социальные условия в Комсомольске на Амуре. Нет, его смысл жизни в этой войне. Смысл даже больше, чем в жизни. Просто экзистенциальный смысл. Поэтому он, конечно же, никогда не прекратит. Он и есть война, и по-другому быть не может. Поэтому что бы мы ни делали, он ее не закончит. То есть мы будем брать Москву, он будет из Екатеринбурга сопротивляться. Все это будет обязательно до последнего. Никаких шансов на другое нет. То есть нужно уничтожить Путина, уничтожить все его окружение в обязательном порядке. Вот всех этих Патрушевых-Собянинах. И только тогда можно будет вести речь о том, что какие-то там появились новые государства или люди. Это неважно, с которыми можно говорить. Но пока есть Путин и его окружение, ничего невозможно. К сожалению, наши рейды в Брянскую область, они сильно не помогут. Когда это наши рейды, украинские я имею в виду. Есть российские рейды в Брянской области, а есть украинские. Украинские не помогут. Потому что вот хоронили наших четырех бойцов, которые погибли в Брянской области. В Михайловском соборе отпевали. И эти четыре человека настоящие герои, которые разведчики. Которые там занимались какими-то, решали какие-то задачи на месте. И мы знаем, что такие же действуют и в Крыму, которые, я уверен, что подрывали мост в Крымский мост. И я не думаю, что это какой-то там грузовик приехал. Это тоже наши спецназовцы. И несколько взрывов на аэродромах организовывали наши спецназовцы. Но это все точечно. Мы не можем, мы же не сможем захватить территорию России. Просто не сможем. Реально, нашей армии украинской мы ее захватить не сможем. Мы дойти до Москвы и взять Москву в осаду и взять ее, мы вряд ли сможем. И вместе с НАТО, если бы мы воевали, мы бы так и сделали. Так и нужно было бы прямо сейчас делать, не заниматься тут бахмутом, а прямо идти на Москву, братья. Но если бы мы с НАТО, с большими клещами, да, из Норвегии, там, это все. Ракеты со всего мира американские, першинги бы мы тут забабахали бы всю эту Россию. И все было бы хорошо. Но, к сожалению, пока НАТО еще не готова с нами вместе воевать. Поэтому нам перенести войну на чужую территорию не получится. У нас, к сожалению, еще не освобожденная своя. Знаете, Михаил, вот я там, скажем, не очень жалую все эти постоянные дискуссии про хороших и плохих русских. Но, и вы тоже, насколько я знаю. Но в данном случае, как-то, честно говоря, новость немножко покоробила. Что группа авторитетных россиян, так называемых хороших русских, вот, просят власти снять санкции с евровласти, с акционеров группы Альфа-Банк и с, там, других некоторых, так сказать, российских олигархов. Причем подписали Михаила Фридмана, Германа Хана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и многих других. Причем подписали авторитетные люди. Авторитетные довольно. Альфред Коха, Дарковский и так далее все эти письма. Вера Кричевская и прочие. Ну, вот, казалось бы, зачем им вообще, вот это, вот, знаете, судьба индийского народа? Ну, для чего им это все? Подождите, вот вы мне говорите, я вот, у меня есть некоторые сомнения, что Ходорковский подписал письмо за Фридмана. Это точно. Потому что Ходорковский подписал письмо за Тинькова. Обращение по поводу Тинькова. Может быть, конкретно про Ходорковского я, конечно, и это самое. Но я знаю, что сейчас Волка попросил отозвать свою подпись. Волка? Да. Отозвать решил Волк? Да, да. Да, он сказал, что подписи его там нету, что это, дескать, ксерокопия какая-то там, ну, я не знаю, там, короче. Короче, я не яхата, не моя, да. Но все остальные там, вот сейчас я посмотрю, кто подписывал. У нас же есть, вот, так сказать, документ. Вот, итак, Гозман, Пархоменко, Леонид Парфенов, Евгений Чичваркин, Владислав Иноземцев, вот, народ Альфред Кох, Вера Кричевская, Наталья Синдеева, Леонид Волков, это возмущается, говорит, что не он. Вот, ну, вот, люди, которых мы знаем. Ну, вы знаете, да, я думаю, что по разным причинам они это подписывали, прям по-разным. Ну, как сегодня, там, Венедиктова защищает по-разным некоторые люди причинам, вот, так и с Фридманом, я думаю, что среди тех, кто, вот, видите, Ходорковский, он защитил, как бы, подписал бумагу и обращение по поводу Тинькова. И я, как бы, разделяю мнение, вот, Ходорковский на эту тему, потому что Тиньков не наживался на самом режиме, ну, вот, не наживался он на самом режиме, во-первых. Во-вторых, сразу прямо осудил войну, сразу, вообще, не потом, а сразу. И от активов России отказался, продал их, там, за 3% стоимости, отказался, все, его там больше нет. Вот, то есть, эта позиция очень четкая, понятная, и чего его человеку после этого предъявлять. Да и не жил в России уже много лет, на самом деле, до войны, имеется в виду. Поэтому обвинять его в том, что он, там, привел к этой войне, человек, который вообще в коме пролежал практически последние 3 года, ну, это, как-то, мне кажется, тоже неправильным, действительно, ошибочным. Но это единственное, мне кажется, ошибочное решение в санкционных списках. Вот, прям, единственное, и то не ошибочное, а оно сначала было введено, а потом выяснилось, что он вот так себя повел на войне, и тогда, ну, как бы, действительно, должно было бы быть отменено. Фридман поддержал войну, а где он, что, осудил войну? Мы такого не слышали ни разу. Альфа-банк осудил войну? Нет. Про Петра Авена они там пишут? Так Петр Авен уже во время войны ходил встречаться с Путиным. Ну, там, честно говоря, смехотворные совершенно доводы. Они говорят о том, что Фридман никогда не встречался лично с Путиным. Ну, я не знаю, встречался он лично, ну и что? Ну, а Петр Авен бегал в Кремль, его, так сказать, партнер, как, по-моему, более того, Петр Авен когда-то отмазал Путина от тюрьмы, насколько мы помним. Что, дескать, Фридман дружил с Немцовым. Ну, это странный довод, да? Да, мне кажется, даже неприлично закрываться Немцовым, который погиб 8 лет назад. Вот, что он передал в помощь украинским беженцам свой доход за неделю, так сказать, своего бизнеса. Ну, это как-то, знаете, вот я вот читаю, так сказать, ну, не понимаю. К гонениям на Альфу призывал Дугин, поэтому не нужно к гонениям на Альфу призывать. Ну, в общем, знаете, как прокомментировал Белковский, написал, что комментировать эти доводы только портить, понимаете? Ну, вот как-то так. Дело в том, что, во-первых, Фридман, конечно же, встречался многократно с Путиным, они там специально пишут, не встречался один на один, то есть вот такое у них, да? Этот Авин не только встречался и работал с Путиным, он во время войны уже ходил к Путиным, во время войны лично, понимаете, участвовал. То есть он соучастник этой войны, Авин, в лице группы бизнесменов, которые встречались с Путиным. Поэтому, да, кстати, Фридмана вызывали именно, просто вызывали, Кремль вызывали, он по вызовам туда ездил, понимаете? По вызовам. Вот такой мальчик по вызову, у Кремля был этот Фридман. Значит, поэтому доводы действительно, ладно, что их тут тут. Кстати, мне вот интересно, им не стыдно вообще перед Немцовым, да? Я думаю, почему-то, что Немцов бы сейчас... Я же говорю, какой-то позорный совершенно, ну, хоть бы уже Немцова оставили в покое. Да, он же сейчас не стал бы, вот, мне кажется, Немцов выступать за снятие санкций с Фридмана. Я думаю, что, к сожалению, во-первых, к нашей радости все вот эти люди просто себя теперь запятнали сотрудничеством тоже с этим человеком, но это бы ладно, в смысле, не про это речь, а про то, что на Западе их имена ничего не стоят, я думаю. Знаете, вот, кстати, когда, если бы это были те россияне, не многочисленные, которых имена стоят на Западе, а стоят имена кого? Навального, Подарковского, Каспарова. Ну, вот, это люди, которых точно имена чего-то стоят. Вот, в этом списке единственное, к кому я с глубоким уважением, большим отношусь, это Чичваркин, но он просто, да, вот, как-то вот, у него, это личное, ну, в смысле про Фридмана, нет, правда, личное. Я просто слушал множество его интервью, и у него Фридман в свое время выкупил компанию, вот эту. Да, Фридман-то как бы ее отжал, выкупил за копейки, а Чичваркин развел на то, Фридман, что, дескать, это я тебя спасаю, потому что, посмотри, вот сейчас, видишь, у тебя хотят отобрать, а он дал Чичваркину какие-то там, ну, не знаю, какие-то сотни миллионов долларов при капитализации в миллиарды или в миллиард как минимум, но Чичваркин искренне думает, что Фридман его спас, а не наоборот, потому что это не было разводкой в пользу того, чтобы Фридман просто денег поднял на этом деле. Ну, ладно, это его личное дело Чичваркина, как бы он не политик, как минимум, да, как минимум не политик и даже не владелец думы, то есть он реально человек, который помогает Украине по-настоящему, поэтому осуждать его я точно не стану никогда, вот, но он не владелец как-то думы, людей, вот. А все остальные, ну, обидно очень, потому что я думаю, что кто-то из этих людей просто из меркантильных соображений это делает. Вот почему-то мне так кажется, что чьи-то из этих людей проекты, я не хочу конкретно людей говорить, кто из них, но мне так кажется, что это люди, чьи проекты финансирует Фридман. Он много чего финансировал в своей жизни и сейчас финансирует, и вот, я думаю, что некоторые люди из-за этого это и подписывают. Вы же помните, как выходил этот Серебряников, говорил, Собрамович с ними десанкции. Потому что он нам денег дал, он прямо сказал, да, и эти говорят, Фридман же денег дал. Ну, он помог Серебряникову из тюрьмы его освободить, поэтому там тоже лично. Знаете, ведь очень часто у людей играет как раз роль вот эти вот вещи. Да нет, слушайте, с личным я их понимаю, поэтому, да, я не осуждаю тех, у кого это личное вот настолько, да, потому что я сам понимаю, когда личное очень трудно, когда кто-то из твоих знакомых, друзей, оказывается вот на той стороне или делает что-то негодяйское, я не могу с такой же силой осуждать этого человека, как осуждаю там человека, которому я не знаком лично. Ну, вот так бывает, ну что, я не могу, я не могу, вот, я когда-то работал с Охлобыстином, сто лет назад, но из-за этого у меня к нему личное, да, нет, я с ним не дружил там ничего, но общался, и я уже не могу на него смотреть как на, вот, просто, просто через мишень, да, как могу смотреть на всех остальных. Ну, вот так бывает, это лично. Я понимаю, что он наш враг, совершенно, как бы, это ничего не отменяет, но эмоции чуть-чуть другие. Или как этот наш главный редактор новой газеты отмазывал Миронова, да, но тоже, он друзья, поэтому отмазывал, так, кто будет отмазывать Миронова, только друзья. Вот, но, к сожалению, тут финансовые, меркантильные интересы, было понятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова